Программа довольно насыщенная В ближайшее время, ну видимо позже В ближайшее время начнется семинар по Верк Цуйгу Потом будет еще один семинар, тема уточняется И после этого мы начнем непосредственно творить демку Тут уже выглядит так, что наверное на две команды набирается Ну посмотрим, как пойдет Есть даже люди, которые удаленно с нами Сейчас люди в Киеве тоже сидят и нас смотрят Надеюсь, трансляции для них работают Надеюсь, что всем будет интересно Демки, которые мы сейчас смотрели И в принципе можно этот плейлист посмотреть на ютубе На моем логине Вот он собственно Здесь находятся все плейлисты Как этого воркшопа, так и предыдущего и будущего Поэтому заходите, смотрите В общем, предлагаю начать с Верк Цуйга И для начала я поставлю работу, которая на нем собственно сделана А это работа какого фестиваля была? Слушай, это по-моему Ultimate Meeting был Собственно, чтобы все работало, я же чтобы два раза не это не повторяю Необходимо создать папку csvn-farbrow И тут уже должны быть каталоги с демками Или с примерами, с которыми мы работаем Соответственно, вот если мы посмотрим папку Magellan Сейчас еще, возможно, она не начнет играться Обязательно так и называться, да? Да, иначе не будет никогда работать Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 конечно жесть но попробуем что-то очень шумит но ладно то есть вот теперь хотя бы видно так у нас не видно теперь инструментов так ну вот теперь вроде видно вот из начали мы с сетки вот и и пар параметр эти силой сколько сторон размер ее мультипликация то есть вот тридцать два раза ее мультиплицировали потом происходит небольшой трансформ 2 2 типа трансформов и результаты складываются получается такое здание дальше она сохраняется в результат вот морф грит в этом случае но начнем чего-нибудь простого то есть это конечно все здорово как создать что-то свое минимальный набор для 3d сцены это текстура мы добавляем текстуру я просто обнулился решил начать сначала вот выбираем какое-нибудь место добавляем битмап битмапа бывают разные предположим добавим перлин ноис все любят перлин это просто шум такого типа перлина имени перлина у этого шут шума есть различные параметры там чистота сколько насколько он детализированный есть цвета в общем у всех операторов есть какие-то свои настройки которые вы можете видеть и редактировать здесь определенные операторы позволяют еще более изощренные методы редактирования но об этом чуть позже вот ну начали мы значит с перлина теперь нам необходимо сделать из этой текстуры материал поскольку у нас такое здесь простое делаем simple материал то есть как это как я добавил то есть опять-таки выбрал точку где хочу добавить нажал кнопку а выбрал материал вкладку материалы и вот у нас здесь есть simple материал опять-таки это все можно было сделать с помощью горячих клавиш и когда ты владеешь это все значительно быстрее получился материал которым вот наша модель сэмпловая стала пока покрыта покрыта этим перлином замечал еще раз материал как я сделал материал нажал а потом выбрал вкладку материалов это 5 и simple материал он же видишь здесь вот вращать камеру мышкой то есть нажимаешь левой кнопкой и на самом деле объекта сейчас вообще нету и тор это просто пример на который на который натягивается материал если торт смотрится как это развернуть ну вот ты мышкой можешь в этом окне если ты и левую кнопку зажмешь и начнешь вращать у тебя вращается вид смотри есть оператор перлин есть оператор simple материал как только ты один над другим ставишь они кормятся то есть чтобы показать результат оператора нужно выбрать оператор и либо на нем дважды кликнуть либо нажать с горячие клавиши смотри сейчас мы просто это исключительно просмотр тебя как редактора это еще не еще камеры никакой в сцене нету мы до этого дойдем это потому что вы смотрите на тор с одной стороны мышкой нажатием левой кнопки мыши вы можете вращать камеру теперь вперед продвинуться клавишей в как в любом шутере можно по сцене стрейфиться и как бы получилось у всех получилось стрейфиться вокруг сосиски вот но замечательно материал у нас есть для того чтобы была нормальная сцена нужен какой-то меш ну то есть модель меши здесь есть определенные примитивы здесь можно импортировать 3d модель я предлагаю для простоты начать там с семьи любимого публика вот он бублик бублик мы сделаем почетче сегментов побольше чтобы он был круглым и тормозил жутко в общем вот такой у нас замечательный ну ладно пускай будет пышка что мы еще можем сделать вот мы можем добавить куб опять-таки все все любят кубы куб у нас замечательный ну и объединим эти два оператора с помощью ад оператора вот получилось что у нас получилось объединенное объединенный куб и пышка в одном лице это фига ну фига чтобы эта фига была ну вот можем вот так ее растянуть молеком вот и вот она объединена теперь что у нас есть материал замечательный у нас есть модель теперь мы их объединяем с помощью оператора set material set material вот он здесь спрятан спешиалах и нужно сделать так чтобы два вот наших материал и модель они были объединены дефолтная ширина set material не позволяет их соединить мы можем его растянуть с помощью если зажать shift и правой кнопкой по покрутить он в меню меж 3 и в самом низу спешилов я на экране показываю нашел и соответственно set material здесь мы как раз наткнулись на ту особенность что операторы втыкать в эти боксики можно в определенном порядке иначе они начинают между собой конфликтовать и расстраиваться вот и первым входом с этот материал должен быть меж а вторым с материал и результатом получается вот такая вот замечательная фигня не побоюсь этого слова держишь shift и правой кнопкой мыши ты его растягивает в группе есть ссылка на архиве ну или ты можешь открыть видео house construction.ru и там есть кнопка на dv3 zip так ну вот собственно мы сделали такой замечательный объект его текстурировали и теперь можем сделать например добавить эффект например glow все любят glow и тут есть параметры этого glow ими тоже можно рулить и вот такой вот glow мощный ну на самом деле можно любой я использовал glow он находится в меню рендер 3 и вот здесь и pp собственно здесь они все доступные сейчас эффекты перечислены параметры куба пожалуйста вот выбираем куб и вот у нас такие параметры ну вот собственно мы добавили glow стало как-то посвежее а еще в любом окне можно нажать tab и оно будет во весь экран то есть если например нужно найти какой-то оператор быстро или здесь что-то поколбасить то tab можно переключать между full screen и не совсем full screen а можно еще показать тебе set material находится на самом деле вот я объясню можно вообще ориентироваться по цветам то есть вот это такой серенький цвет он у нас находится в меню 3 то есть vz4 mesh 3 и вот set material внизу на самом деле да интерфейс он не очень интуитивный спору нету в архиве который я разместил на группе вконтакте вконтакте а вконтакте и а и и и и Продолжение следует... 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 Например, мы сохраним AnyName вот здесь вот. И... А у нас его не получается слева? Что? Ну, на самом деле, здесь по дефолту совсем ничего нет. Можно что-то добавлять, можно удалять. То есть с помощью insert добавляется новая страница. Но по дефолту как бы вот... То есть с нуля созданный проект, он содержит этот new page и ничего. Спасибо. Без проблем. Так, вот мы сохранили под AnyName. И просто чтобы показать, что мы можем сделать, мы можем загрузить этот же AnyName тут. Я, кстати, боюсь, что сейчас все упадет, потому что это у нас рекурсивно получится. Не стоит так делать. В общем, не будем так делать. А можно... Как можно позиционировать объекты? То есть, допустим, загрузить 2.4 раз в публик? Да, конечно. Позиционирование объектов перед... Ну, комбинация мешей в объекты создаётся с помощью основных примитивов, как, например, Tor, Cube или можно импортировать. Потом их складываешь. Так, их складываешь. И если хочешь, например, чтобы один из них находился немножечко в другом месте, добавляется трансформ. То есть, меш, трансформ. Вот он. И трансформ позволяет нам перемещать объекты по сцене. Тем самым, например, вот Tor с бубликом у нас стал баскетбольным кольцом. Наконец-то. Или толчком. По-моему, очень толчок пошел. Ну вот. Нормально. Делаем толчок. Давайте вот добавим еще тку. Все, надо сходить на референцию посмотреть. Что? Сейчас сходим. Так, Scale. Значит, вот мы его побольше делаем. Ну, вон, уже почти толчок. А как его загрузить? Вот мы сохранили это тоже с бубликом. А как его загрузить где-то? Ну, в общем, ладно. Пускай будет такой схематичный толчок. Загрузить. В любом другом месте, например, в другой вкладке или в новой, а L сделает load-оператор. И в линке мы просто указываем Tor с бубликом. На самом деле все эти сохраненные вещи можно легко находить, достаточно, нажав Ctrl-F. Ctrl-F выведет вот такую менюшку, по которой можно быстро находить все результаты сейвов. Это очень помогает, когда большой проект. Если мы откроем в другом верхцуиге что-то более сложное... Ну, это самая, конечно, жесть, которую я мог бы придумать. Мандельброк. Это вообще капец. Ну вот, красавица. То есть вот, например, в такой демке ориентироваться без вот такой штуки было бы нереально. Ну, вот они здесь все сохранены, можно их искать. Ну, это, конечно, до этого мы еще не скоро дойдем. Вернемся к нашему толчку. Так, если есть у кого-нибудь вопросы по базовым вещам, спрашивайте. Я сейчас уже буду углубляться непосредственно в типы операторов. Какие есть? Да, конечно. Ну, на странице. Тут, к сожалению, у меня экрана просто не хватает. Еще правее тут есть список. А L – это Load. И после этого выбираешь Link. И более того, если нажать на три точки, то можно выбрать результат сохранения. Спасибо. То есть можно даже не пытаться угадать это название. Его можно здесь выбрать. Вот. Это, значит, минимум. А теперь по поводу доступных возможностей. Что-то мы уже видели. Что-то сейчас будем смотреть. По текстурам. Давайте. Вот эта страница у нас будет про текстуры. То бишь битмапы. Вторая вкладка. Здесь есть много генера... Ну, они разделены на несколько категорий. Есть генераторы, фильтры, спешилы, сэмплеры. И, соответственно, системные операторы, которые позволяют на любом этапе дерева сохранять его или как-то изменять. Ну, вот. Давайте начнем делать какую-то структуру. Например. Ну, вот. Из таких вещей. Из целов. Тут можно поменять ее параметры замечательным образом. Теперь добавим какой-нибудь эффект. Например. Заблюрим. Чтобы скрыть какие-то imperfections. Можно как-то попробовать это подсветить. То есть позиция источника света меняется. Да? Да. 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 Пускай у нас красным светом diffuse. А ambience у нас вот такой вот будет. Вот. И, соответственно, что у нас получается... Результатом этого стека у нас получилось такое 2D-шное изображение, которое мы можем использовать как часть материала. Материалы у нас, соответственно, будут позже. Так. Что еще? Ну, вот, например, еще есть такие полуфотошоповские эффекты. где можно... Как это называется-то по-русски? Вот это тут уже сделать совещание. Потом это все успешно натягивает на куб. И уже практически, считай, демка готова. acmm лепухстер. вот да. 有一 later. и мы уже проникали теперь плиз. depends на multim건ах. У known data верней с нами. Да. nacevely. и brazwire. 3. 7. Вот, у нас получился такой куб с текстурой, такой вот, замечательный. Если загружать с помощью load, а потом с транспортами применяется, там нужно что-то другое, не транспортное применять, чтобы перемещать, скажем, целый металл? Смотри, save и load бывают, ну, поскольку ты можешь на разном этапе сохранить результат, результат load и тип load может быть разным. Соответственно, на разном этапе применяются разные трансформы. То есть, если мы говорим про куб, ну, про меш как таковой, то к мешу применяется трансформ именно мешевский. Вот ты нажал 3, и вот вертексы ты можешь трансформировать. А если ты сохранил на этом этапе, то результат load ты можешь также потом этим таким же трансформом модифицировать. Давай, продемонстрирую. То есть, например, test1, загружаем test1, и вот его видишь, можно этим трансформом изменять. То есть, получается, что их два, как бы. Но оно, естественно, не воздействует на оригинал. То есть, это у нас отдельная ветка пошла. Если мы хотим ее отображать, то нам необходимо поступить вот таким вот образом. То есть, получается, что ты можешь задать два независимых трансформа. В принципе, ты можешь разделить свои трансформы и здесь. То есть, у тебя один трансформ может отвечать, например, за скейл объекта, а второй может исключительно управлять его положением на экране. Это очень полезно уже для работы впоследствии в плане анимации, когда один трансформ управляется одним сплайном, например, а другой другим. Это про текстуры. Еще что-нибудь кто-нибудь хочет спросить? Ну, то есть, есть какие-то примитивы, они объединяются. То есть, сейчас, конечно, у нас очень простой пример, потому что у нас как бы стэк состоит из, по факту, одной ветки. Но это не беда. Можно сделать, например, два таких и этот битмап успешно добавить между собой. И вот у нас две текстуры, ну, точнее, два битмапа объединились, чтобы создать одну. Так, давайте начнем с чего-нибудь другого. Ну, вот, например, поверх кирпичей, теперь перленнойс. И не поймем, что получилось. Так, и, соответственно, чтобы отрендрить это на нашем кубе, нужно его подключить к simple материалу. Опять-таки, можно его подключать не таким образом, а сделав сохранение. Сохранение, то есть, там... И вот здесь сделать оператор load и выбрать. И, соответственно, вот у нас мы вернулись к этой сцене. Так, это текстуры, это меши, это трансформы. Есть также эффекты, которые можно применять на мешах. То есть, вот, если взять... Ну, например, вот с топологией как-то поиграться. Например, инвертировать куб, это, в принципе, не так сильно что-то изменится. А вот мы можем разделить его, например, на сколько-то уровней. И с помощью... Есть такие операторы select'а. Часть фейсов изменить одним образом, часть другим. Ну, это, по-моему, будет очень сейчас запарно показывать. Поэтому, давайте пока без этих усложнений. Так, что у нас осталось для того, чтобы сделать нормальную сцену? То есть, объекты мы научились создавать их, объединять. Материалы мы умеем. То есть, опять-таки, не обязательно, естественно, не обязательно из примитивов это все делать. Можно просто взять битмап, заимпортировать какой-нибудь просто банально файл. Какую-нибудь картинку. Не знаю, где мы ее сейчас тут найдем. Ну, вот, например, вот мы заимпортили... А, ну, разрешение картинки должно совпадать. То есть, ну, давайте... Размер точный. Укажем 512 на 512. И вот мы берем такую штуку. Где-то save image. И сохраняем здесь. И все, сейчас... Вот, не то. Сейчас мы... Выбираем тески. Вот он, конечно же, не может его загрузить. Но, видимо, должен быть PNG. Ну, не суть, ладно. То есть, текстуры загружать можно. Есть определенные ограничения. То есть, там, PNG должно быть. Размер кратин двойки обоих сторон, по-моему. И можно использовать его как материал в сценах. Дальше. Никакая сцена не будет полна без камеры. Вот мы здесь камеру добавляли. Чуть-чуть про нее говорили, что вот можно ею вот так вот управлять. Так, ее копировать. Учить ее смотреть вот наш нарисованный толчок. Но это все здорово, но это все статика. Как же нам анимировать это все? Анимируется... Ну, как вообще... Демка состоит из сцен. Мы можем сказать, что вот этот TorBub, это у нас одна сцена. Скопируем эту же сцену. Удалим ненужное. Скопируем нужное. И, например, поменяем камеру вот у этого. И что у нас есть? У нас есть два вида одного и того же объекта. Это не обязательно было делать так, как я это сделал. То есть мы могли, в принципе, навесить две камеры прямо вот здесь вот и добиться абсолютно того же результата. Ну, вот у нас две камеры. Но такое копирование позволяет нам изменить эту сцену независимо от другой. То есть вот мы, например, можем здесь куб увеличить в разы, да? И тем самым, вот переключая смерть и ними, у нас разные вещи. Теперь, в руте нам необходимо иметь обе эти сцены. То есть вот мы добавляем загрузку нашей второй сцены. Вот они даже здесь превьюятся. Эти сцены нужно сложить. Ой, не то складывание я использовал. И сохранить как root. То есть... То есть это будет наш корень всего. Теперь, как сделать так, чтобы одна сцена сменялась с другой по времени? Элементарно, значит. Есть вид... Ну, то есть мы сейчас находились преимущественно в виде, вызываемом по F1. Есть вид редактирования таймлайна. Вот он выглядит таким вот образом. Мы можем... Так, как ты тоже вопрос? F3. Собственно, между видами переключаешься первыми четырьмя функциональными клавишами. Так, и соответственно, чтобы они поместились на таймлайн, есть такая штука, как клип. Да. То есть сцена обретает измерение время в тот момент, когда мы к ней добавляем клип. То есть... Это тип оператора Render3. И, соответственно, он позволяет как раз с помощью... Ну, добавлять вот это измерение времени. То есть вот если посмотреть на его возможно... Ну, как это называется? Параметры, да. Свойства. Мы видим, что у него есть начало и его продолжительность. И уже здесь мы можем сказать, например, что первый клип, предположим, у нас первые 16 тактов, да? Второй клип начинаться будет с 16 и тоже длится в 16. И когда мы нажмем play, F5, ну, 16-то много, давайте что-нибудь поменьше. То есть делаем 4 этот. И длиной пускаем тоже 4. И 4 этот. Длиной 4. Все, ладно, с ADD не работает. Что не работает? ADD. Еще раз, когда мы объединяем, ну, необходимо использовать корректный оператор. То есть операторы из других наборов, из других наборов, они не позволяют объединять операторы. То есть, если, например, мешать, то нужно использовать мерж. Если ты используешь там, не, не, ADD. Если ты используешь текстуры, то там свой мерж. Ну, вот, например, вот мы в Тайлайне, в Таймлайне находимся на клипе вот этом. Его можно назвать там. Клип 1. А это пускай будет клип 2. Старт тайм у этого 4. А у этого 4. Вот. И, соответственно, теперь, если посмотреть в Таймлайн-вью по F3, то мы видим, что... Сейчас зазумим. Ну, вот. Что у нас клип 1, после этого сразу же клип 2. И, соответственно, вот это вот переключение между ними... Сейчас. В руке. То есть, если зарестартить, вот мы видим, первые 4 такта крутятся одна, вторые 4 такта вторая. А потом вот у нас пустота. Определить продолжительность демки мы можем в параметрах документа. То есть, вот Document Options. И мы говорим, вот, например, у нас демка всего из 8 тактов. Ну, собственно, сохраняемся. И вот теперь она будет гулять у нас по этим двум сценам только... И все. То есть, вот он на репите. Про клипы, если кому-то непонятно, самое время задавать вопросы. Потому что это действительно не очень очевидная штука. Либо можно менять параметры внутри самих этих торов? То есть, там время клипов используют в качестве переменной... В качестве параметра для анимации. Да, конечно. Время как раз-таки является основным параметром анимации. То есть, если... А у нас клипы не связаны. Просто... Ну, как... То есть, вот давай с анимируем. Например, движение камеры. А где ROOT находится? ROOT... ROOT там где-то его разместишь, на самом деле. Нет, если в меню. Добавить ROOT. А, это просто store оператор с именем ROOT. А зачем это делается? Так, соответственно, вот мы хотим анимировать камеру в нашем втором клипе. Как это делается? Ну, есть на самом деле два пути. мы будем сразу же рассматривать самый сложный. То есть, в Render 3 есть оператор Spline. Вот он Spline. Добавить... Ну, у него есть множество параметров. 3D-шный Spline будет управлять тремя... Ну, он всего тремя параметрами. объекта. То есть, если мы говорим про камеру, камера будет двигаться... Ну, камера будет двигаться, при этом имея фиксированные... Ну, направления. Что мы делаем? Мы выставляем у камеры режим Spline. Вот она переключился в этот Spline режим. Собственно, вот мы можем смотреть, где мы окажемся в разные позиции сплайна, используя изменение Spline Time'а. Для того, чтобы это все санимировать, мы зададим Spline Time, название нашего сплайна, сплайна 1, пускай будет, и у него функция Время. Spline 1 говорит, что не объявлен, не беда. Вот он наш Spline 1, не расстраивайся, герцуй. Сторм? А? Может, Сторм? Нет, Сторм... Не поможено. Нет, я, наверное, просто его... Ну, то есть, его переменное имя задается здесь, а здесь задается то, как он отображается внизу. То есть, не перепутайте. Вот, Spline 1 должен быть во втором наиме. Сплайна 1 должен быть во втором наиме. Спрашивай. Тут все очень хорошо. Села... У меня теряется. Да? Где вы сейчас... Где вы пока что находитесь? У нас две камеры, когда вы устанавливали, они показывают картинку. Нет, ну это... Это не проблема. Чтобы настроить разные изображения в этих камерах, что нужно сделать? Показываю. Так. Вот наша камера. Сейчас вернем ее в таргет. То есть, вот вы находитесь на камере. Вы видите ее вид как бы из ее глаз. Вы можете ее изменить, твикая позицию. Вот. Здесь вот. Таргет ее. Либо же вы можете, нажав O, покрутиться вокруг сцены и выбрать новую точку для нее. И нажать Copy Cam. Не забыть. Все. После этого ваши камеры должны различаться. После того, как... Смотрите. Видите, здесь FreeCamp показывает. Это показывает, что мы в режиме ручного настройки. Если нажать O в этом окне, и оно пропадет, то переключаясь между ними, будет разное изображение. Получилось? Да. Отлично. Так. Теперь к Spline. На самом деле есть два пути добавлять Spline. Есть два режима редактирования Spline. То есть... Это... Добавив его после оператора. Ну вот, например, после оператора камеры. И добавив сюда Spline. Это мы все удалим. Это не обязательно параметры. Вот. Сплайн, он уже начал действовать. Как мы видим, то есть, если переключиться между камерой и сплайном, у нас что-то меняется, значит, мы на правильном пути. Вот мы создаем новый Create New набор транзиций. То есть, когда у нас ничего не было создано, соответственно, и сплайна как такового не было. Мы добавили две точки. То есть, есть точка времени 0, точка времени 1. Это не совсем так-то. Это позиция именно в этом сплайне. Потом, насколько далеко оно может действовать, это мы можем определить потом. И мы можем редактировать этот сплайн, изменяя параметры здесь, прямо. Либо же, если... То есть, есть еще два других способа редактировать этот сплайн. Мы можем нажать кнопку Edit и попадем в визуальный редактор сплайна. И здесь вот у нас есть позиция X, позиция Y и позиция Z. И здесь мы можем их расставлять по местам. Также мы можем это делать с помощью визуального... Ну, не совсем... Ну, в общем, в 3D View. Если находясь в 3D и Free Camera нажать Y, мы увидим хендлы. Эти хендлы это, собственно, точки этих сплайнов. И их тоже можно двигать. Двигаются они, зажав Alt, и если Drag используется, то будет она перемещаться. Соответственно, у нас есть... Начнем сначала. Create New. Вот мы видим... Здорово! Вот мы видим точки на сплайне. И вот на одну из них относим. Как видите, параметры ее... параметры этой точки, они изменяют. Ну вот, получился у нас такой сплайн из двух позиций, который, по идее, должен двигать камеры при анимации. Сема? Да. У нас отдельные вершины на краях сплайна, но нет линии. Ну, такое может происходить, если точки нету, если видна только линия. то надо нажать Y. По Y, видишь, начинают отображаться эти точки. Если у вас нету точки слева или справа, это обычно из-за того, что подвинуто начало времени, и оно не совпадает у всех трех точек. Ну, то есть, в принципе, сплайн будет работать, но так себе, на самом деле. Так. 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 Сейчас... Я быстро пройдусь по шорткатам на клавиатуре, которые у нас есть и с помощью мышки, чтобы было проще в этом всем разбираться. Так. Про полеты камеры здесь я рассказал. Вот. В стеке. Когда мы находимся в какой-то большой, например, демке, и есть куча загрузок и всего прочего, нужно уметь быстро ориентироваться в этом всем. Для вот этого StakeView есть несколько клавиш, которые позволяют это делать. Например, кроме вот этого Shift-G, который позволяет найти сохраненный оператор по Shift-G, есть еще возможность увидеть карту этой страницы. То есть, если зажать и держать Y, будет такой вид, как карта, и мышкой можно быстро куда-то переместиться. Ну вот. И как бы отобразить. Если это вообще отображается. Так. Это что касается вида по стеку. А, ну еще, собственно, если мы находимся, например, на Load или Store операторе, мы можем, ну, на Load мы можем перейти туда, где он был объявлен. Вернуться мы можем, нажав Backspace. То есть, по истории операторов можно передвигаться с помощью Backspace и Shift Backspace. Так. Все еще. А все эти операторы мы можем выбирать, копировать, как хотим. То есть, Ctrl-C, Ctrl-V. Единственное, чего здесь нет, это возможности откатить копирование, ну, или удаление. Если вы что-то совершили, и это ошибка, вы можете открыть Backup, который сохраняется там каждые 5 минут. И вот в менюшке это можно изменять. Так. По каждому оператору есть Help, встроенный в программу. Он, конечно, не очень подробный, но он позволяет разобраться с входами и с выходами операторов. Если выбираешь оператор и нажимаешь Shift-H, то в одном из окон показывается Help. Вот, например. Извиняюсь, Ctrl-H. Вот он говорит, что есть ModShader, у которого выход такой тип, и входом является ModShaderSampler, например. И параметры. Конечно же, параметры здесь никак не прокомментированы. Это, так называемый, сделай сам. То есть, нужно, если есть желание что-то изменить, это можно изменить. Для себя. Извините, пожалуйста. Да. А кто вообще успевает? А? А кто успевает за лектором делать? На самом деле, нет никакой спешки, никому не нужно находиться на одном и том же пути. Все notes, то есть, то, почему я показываю это, оно доступно в архиве как dv3.plan.txt. Поэтому файлу можно будет со своей скоростью ходить и разбираться с этой штукой. Если будут какие-то вопросы, обращайтесь ко мне, ну или к кому еще, кто умеет в Верксуги работать, которые здесь есть, но шифруются. На самом деле, мы прошлись по всем основным вещам, которые я хотел показать в этом вступительном разговоре. Я могу еще показать, как можно добавить собственный шейдер, Игорь, если тебе интересно. Предположим, вам не хватило того, что предоставляет Верксуги. Верксуги. Ничего страшного, сорцы доступны. Мы запускаем Visual Studio. Убираем проект Верксуги. И вот что мы имеем. Верксуги устроен следующим образом. Базирован он на фреймворке Альтона. На самом деле, когда собираешь Верксуги, нужно сначала собрать Альтону, а потом зайти сюда и уже можно ее прилинковывать. Сама Альтона находится вот здесь, в базе. Здесь еще несколько подпроектов. Есть GUI, который рисуется в Верксуги. Есть компилятор шейдеров. Есть футилита. Ну и ладно. Все возможности, ну дополнительные, они находятся в WZ по Pairlib. То есть вот есть каталог OneShot, в котором хранятся одноразовые такие операторы. То есть если мы хотим сделать свой, мы можем просто сдублировать, например, FR062 или что-то. Измените опыт себя. Что внутри? В CPP-шнике мы... Сейчас. Прогрузится все это. Фигня. Ну, собственно, находится твой код. В CPP, естественно, ты определяешь, что там экспортится. Вот здесь вообще ничего не экспортится. И есть описывающий OPS. Как раз OPS-файл нужен для того, чтобы в Верксуги он отображался. Здесь, собственно, есть include. И как это выглядит. То есть вот смотрим. Есть какой-то material-module. У него есть публичные методы. И... То есть изменив его здесь, мы можем, например, добавить... Добавив, например, материал из этого. Эффект. Ну, вот, например, вот этот Mandel. И такую же, да? Вот. Мы видим здесь вот эти вот параметры. Которые, собственно, определены вот здесь. Вот параметры, видишь? Вектора. Все задается... Вплоть до выходящего кода. Вот. И после этого, когда ты компилишь это все, что оно генерирует на базе этого OPS cpp-шник. То есть вот он здесь. Видишь? FR062 ups cpp. То есть это генерированный код. Его руками лучше не править. Ну... Такое небольшое место получается. Вот. И сделав такую штуку, ты можешь там свои собственные материалы, свои шейдеры включать. Как настроить компиляцию я лучше покажу отдельно, потому что я боюсь, что это не всем подойдет. Подойдет. Так. Последний пункт, который я хотел показать, это то, что... Ну, собственно, почему мы пользуемся вот такой штукой, а не тем же самым ВВВ. Ведь он все-таки немножечко попроще. Дело в том, что ВВВ позволяет экспортить... Ну, то есть вот этот сохраненный документ, который мы сделали. То есть, предположим, назовем его там test2.vz4. к примеру. Если... грамотно его сбандлить, а именно... сделать там директорию, релиз, например. Туда положить наш тест. Так, мы вроде ничего отсюда не грузим, да? А... Сейчас... И... есть в vz4-плеер. Вот. То есть, запустив плеер... у нас появляется вот эта вот стандартная менюшка, и вот мы можем нажать демо, и вот... великолепно. у нас талкан. Видите... И экспортив exe делается... Сейчас скажу как. У меня тут записано. Тут есть... хак. То есть, если сделать... vz4-плеер.exe tz2-vz4-пак tz4-пак, например. Да-да-да, конечно. Вот он запаковал. И теперь с этим паком можно... Ну, как бы... все наше... оказалось... упаковано в этот пак. А exe-шник для этого, по-моему, использовать надо вот этот же. Ну, то есть... Сейчас... Ну, короче. То есть, запустив снова этот exe-шник, у тебя, по сути, будет демка не в исходниках, а уже в... В смысле, это способ зашить все электричество. Да-да-да. Ну, то есть... все равно у тебя не получится одного монолитного exe-шника, вся 4k с помощью ubercube 4 сделать невозможно. Он только для демок. Ну, на самом деле... Я вижу размеры. Да-да-да. Поверно. То есть, это все... Так. На этом основные мероприятия, которые я хотел вот в вводной лекции, закончены. Если у кого-то вопросы, то подходите и спрашивайте. Всегда рад помочь. А закончу я, пожалуй, демонстрацию вот именно вот этого вот куба, как он ест в самом верху кубе. и готовить только минутную. Отделяем его. Отделяем его. Отделяем его. Отделяем его. Отделяем его. Заодно и будем физически досыгр Miranda. Если у кого-то лет 10, но спрашиваем его. Что Ontario сможет Отделяем его. Убедительно. Katя�. И какой-то маленький глаз. И tangent в холоде 7, моя цительная была думала Stohova. Продолжение следует... 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 а откуда арт репали ну это же можно грузить любые обж и соответственно качнул то есть это процедурный модель а не банк а анимация с помощью полного но это не 4к до 4 2 суток делался сколько человек 10 пресс-то на ул они спали когда делали нет сон для лузеров ну вот а у флор образе тоже вербцует причем вот это как раз 64к но крайне мере скрины Слава весной На днём интернета Работа на Вербцуге Одна из немногих работ, где автор Вербцуга спрашивал авторов этой работы Каким образом были сделаны те или иные сцены Потому что нога Как в 64К запихнули эту штуку, он не понимал Да, 2006 год и они так плотно Вербцуге 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 делай проще конечно одну делай можешь показать какой самый лучший invitation к CCL самый лучший к CCL invitation это 2011 год invitation ну из таких последних ул а 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok